В течение месяца Я приходил к ней Она, значит, ну, приносила там что-то Зелень, как она говорила И овощи, она жарила котлеты И мы сидели и разговаривали Потом Я напечатал Получилось Боюсь сказать Дело в том, что это не стандартные страницы были Поэтому сколько вот этих стандартных страниц Там, по-моему, 650 было Машинописных страниц Плотных, то есть с маленькими полями То есть я думаю, что Если бы на нормальных полях Они были напечатаны Ну, как обычно, там 24 листа Страницы Это лист Я думаю, что там было бы, ну, наверное, где-то Около 800 страниц текста Ну, так я полагаю Иногда я говорю, 750 В зависимости от аудитории Больше аудитории Я говорю, больше Меньше-меньше Чтобы не обижать Она взяла этот текст Она уже жила в Америке В Америке она жила главным образом Потому что Ей сделали там Шунтирование, стентирование И все это делали В Бостоне И там у нее был лечащий врач И она там жила Они купили там Квартиру У нее была такая Однокомнатная квартира Я бывал в ней И у нее были там Там же дочка была Все-таки какой-то Уход и сын там Где-то в другом месте А дочка в Бостоне была И там же еще были Дети сотрудника Сахарова Такого физика Франка Каменецкого Который работал там И тоже это было удобно И вообще приятно Живые какие-то свои люди Она прочла все эти 850 страниц С карандашом И поправила Вы увидите здесь Потому что Трофимов И Баслен Бычкова все еще едет Руководитель Баслена Мы с ней звонили Созвонялись Они решили Мы решили Что мы разобьем На условных 7 дней Хотя это не точно Все это Это чисто и условно Для того чтобы не было Одного массива текста И чтобы Можно было напечатать Фоксимильные Страницы Вот этой рукописи Которая она поправила То есть это По существу оригинал Это ее правка И сокращений нет Она ничего не сократила Она дописала Это правда Потом она сказала Мне Когда она прочла Говорит Ты не возражаешь Если я использую Этот материал Ну частично Для параллельного дневника Она собиралась написать Параллельный дневник И по-моему написала И говорит Дело в том что Когда я разговариваю Я вспоминаю Ну это вот и я С вами разговариваю И вспоминаю А если сядешь Начнешь Писать Может ничего Ничего специально И не вспомнишь Семь Шесть Не знаю Но ее уже нету Пять лет Значит это было Это в Москве Нет Лет десять Наверное Лежал Аккуратно В папочке Все Потом я пришел В басвен Мы сидели С Еленой Дмитной С Юлей С Катей И они говорят А вот чем бы еще Вот заняться Дескать Ну мы издали Книжку там Рэгтайм Которая мне очень дорога Потому что Все ассоциируют Скажем Тексты мои С фотографиями То есть они в связке В такое идут Мне хотелось Сделать Такой эксперимент Напечатать Тексты без фотографий То есть Чтоб человек Прочитал Тексты Первоначально Я даже думал Назвать эту книжку Фотографией По памяти Что было бы Может быть Ну по смыслу Может это и неплохо Но для Книжки нет А рэгтайм Хорошее слово Оно такое музыкальное И обозначает Такую Разорванное Это разорванное Время Время там действительно Разорванное Там Не датировано Ничего Там разные люди Разные ситуации В общем Рэгтайм И когда мы Издали эту книжку Вот значит Издательство говорит Дайте нам почитать И я вот эту Отто сих пор Лежит она у вас Я вот эту Красным Чернилом Не чернилом Шариковой ручкой Поправленную Рукописи Принес Мне говорят Это очень интересно Теперь надо было Отважиться Прочесть это Я говорю Давайте сократим Раза в три Сразу Зачем Вообще Вообще Журналисты знают И вот Дима Покоржильский Поскольку он тут сидит Я скажу Что Да Я к тебе обращаюсь Материал От сокращения Выигрывает Это такая Особенно чужой Не свой материал Я подумал Что во-первых Даже если я сокращу Будет 500 страниц Это будет очень тяжело Считать Во-вторых Эта жизнь Она Она Это не полная жизнь Сахарова Это же не история Жизни Сахарова Я решил ограничиться Тем Временем Которое Я с ним познакомился Вот Елена Дмитриевна Пришла Вот Руководитель И организатор Доехала Я мог так приехать Если бы я ехала Какая-то Уже погонять Я там и была Вот А Значит 500 страниц Много И потом В этом воспоминание Оно Как историческая справка И вообще Если полная Кто-нибудь Заинтересовался Или писал Научную работу Это очень интересно Потому что Там Очень много Диссидентских Историй Связанных С Диссидентством Там очень много Историй Зарабежных Поездок И вообще Там очень много Историй Но мы Решили Сделать эту книжку Чтобы она была О любви Потому что Он ее очень любил И она его любила Они по-разному Проявляли эту любовь Но это правда Она мне сказала Я не сдала Потому что Она такой Как бы суроватый Человек И мы как-то С ней сидели Разговаривали И она мне говорит Знаешь Для меня Жизнь Потеряла Всякий смысл С уходом Андрюша И она там Рассказывала И в этой книжке Там есть Как она спит И видит Там в этой книжке Довольно много Таких Я бы сказал Интимных вещей Не желтых Это Вещи Которые Являются Историей Действительным Проявлением Любви И И они Невероятным Образом Проявляют Человеческие Качества Такие Нежные Ну как Там есть Сцены Соблазнения Ну сейчас Как это Все было И То есть Как Было И вообще Очень много Там есть И даже Есть вещи Которые мне Не нравятся Как она Я ей говорил Ну не выкинешь Из Из жизни Ну вот так вот Происходило Так взяли Привезли на берег Человека Сели в лодку Выяснили Что он не умеет Плавать Говорят Ну не можем Взять тебя Андрюша Там очень много Такого И В течение Этой книги Я ее прочел Между прочим Да В течение Этой книги Меняется Отношение В основном К ней Потому что К нему Он более стабильный Такой Ну вообще Получается Однолюб У него было В жизни Всего Две женщины Жена Клавдия И вот Элина Бона А ту часть Жизни Я Не брал Потому что Я решил Я сказал Ограничиться Только Тем временным Отрезком Которым я его знал Вот я познакомился От этого У меня Начался отсчет А у него Была своя жизнь Там У него Трое детей У нее Двое детей Это взрослые люди Ему 50 Ей 46 По-моему Вот И Вот они Вот произошло И химия Совпала И Состояние Она была Его Неразначенная Дрожителем Вовсе А она Таким Была Охранителем Она Конечно Давала Дрозда И прикурить И власти И всем Кому Кому Надо Она Защищала Андрюшу Иногда Может быть И использовала Тоже Возможно Но Это вам Предстоит Самим Решить Потому что Вы Прочтете И поймете Но Нету Таких Людей У которых Все Было Прям Как Написано Как Партитура Вот Прям Все Прекрасное Все Все Разные У всех Есть Достоинства И недостатки Что-то Превалирует Чему-то Люди Уступают Что-то Ты Прощаешь Что-то Тебе Прощают Вот Я хочу Сказать Что Кроме Того Что Вот Я вам Сказал Что Издательство Очень Хорошо Поработало Еще Очень Хорошо Поработало Редактор Замечательно Совершенно Да Маша Знаете Как Ленивые Глупцы Бывают Глупцы Бывают А Ленивые Глупцы Вот Я Такой Ленивый Автор Ну Я Собственно Не Автор Я Как Я вам Представляю Я Я Проводник Я Провел Эту Беседу Как Выяснилось Для вас Для тех Кто Прочтет Я Думал Что Для себя И для Нее А Вот Здесь Есть Время Здесь Есть События Здесь Есть Страсть Здесь Есть Драмы И Здесь Трагические Ситуации Все Это На 250 Страницах То есть Она Очень Компактная Книга Ее Можно Прочесть Довольно Быстро Вот Значит Это Я Честно Вам Сказал Такую Водную Если У вас Есть Какие-то Какие-то Вопросы С удовольствием На них Отвечу То есть Они Могут Послужить Просто Темой Для развития Темы Другой Не стесняйтесь Давайте Я Я Так Могут У У У У У У У Ваши Выставка Сейчас Проходит Если Не Ошибаюсь В Астрахани По Моему Или Где-то В общем Групповой Портрет Сейчас Да Где-то Вообще В Армении Но Это Далековато От Астрахани Вопрос в том Что Очень Хочется Здесь Вас Где-то Видеть Ваши Фотографии Хорошо Я думаю Что Может быть Увидите Я вам Скажу Что Сейчас Ольга Львовна Свиблова Мой Друг И Руководитель Она Мне сказала Что Я должен Сделать Немедленно Выставку 12 Открыть В Манеже Боюсь Что Это Не удастся Это Очень Быстро При этом Отсканировать Все негативы А их Десятки Тысяч Поэтому Я думаю Что В течение Года Какой-нибудь Выставочек Будет Да Обязательно Кстати Когда была Выставка В ЦДХ Большая И одна из Любимых Моих Выставок Если Потому что Там Было Такое Ну Ухау Там На паспорту Были Напечатанные Тексты Там Была Внутренняя Выставка Сахарова У меня Сахарова Порядка Полтысячи Негативов Причем Я же Жалею Могло быть Много Больше Но знаете А тут Есть Граница Когда Ты В добрых Отношениях Или Когда Ты Профессионально Снимаешь Я Думаю Что Любая Фотосъемка Это Факт Такого Мягкого Насилия Над Человеком Он Должен Терпеть Или он Должен Приделывать Какое-то Лицо Поэтому Не так Уже Много Сним Но Все-таки Из этих 500 Негативов Всех Вместе С грязными И Поцарапанными Плохими Все-таки Где-то Около 40 Негативов Хорошего Качества И Они Составляли Выставку Я делал Выставку Сахарова Музей Сахарова Я подарил Выставку Целиком Я делал В Сарове Мы делали Это Рядом С Объектом Тоже Выставка Там была И в Москве В ЦДХ Тогда Еще В общем Он у меня Везде Присутствует Потому что Там просто Фотографии Хорошие Не потому что Это Ну и Потом У меня К нему У меня К нему Определенные Отношения Он Я не могу Сказать Что он Меня Переделал Но Само Присутствие В моей Жизни Думаю Что Каким-то Образом Некие Акценты Жизненные Все-таки Поменял А Насколько Мы были Симпатичны Друг Друг Я не знаю Но Хвастаюсь В воспоминании Написано Что К там Приехал Я приехал В Карабах К нам Приехал Рост Из литературной Газеты Юрий Рост И в скобках Написано У нас Сложились Хорошие отношения На что Боннер Сказал Это прошло Мимо меня Я бы Вычеркнул Как редактор Она была Хороший редактор Елена Георгиевна Была лид-секретарем Вообще Жизнь Такая Бойка Она Первая Самая главная Любовь жизненная Была Это Сын Багрицкого Эдуарда Сева Багрицкий Которого Которого Она Любила Поэт Такой Он пошел На фронт И погиб И она Потом Издала Его Книжку И Любопытно Что эту Книжку Сахаров Носил В портфеле Вместо С рукописью Чтобы она Не пропала Вот Потом Она была По-моему Недолго Замужем А, да Она была Работала Во время войны В санпоездах Ее там Контузило Она работала Она медик Была Она там Сестрой была А потом После войны Она поступила В мединститут Хотя ее По здоровью Не нужно были принять Она очень плохо Видела Но она Подняла Там Бучу По поводу Участия в войне И санпоезду И Поступила Все-таки Ну вот Вот ее Больше привлекала Литературная Такая Окололитературная Работа И она Была Литературным Секретарем Дудина Михаил Дудин Такой поэт Ленинградский Вот И Орлов Был такой Тоже хороший Поэт Фронтовик Обожженный Такой Таткист он был Может быть Кто-нибудь Помнит Его строчку Меня зарыли В шаг земной Вот Это он Вот Потом она вышла Замуж За Ваньку Как она сказала Это был Профессор Медсуд Экспертизы Родила Двух детей Таню И Алешу Потом Они как-то Разошлись И они К тому моменту У Сахаров Был женат На Клавдии На которую С которой он Познакомился Очень давно Еще совсем Зеленым У него было Трое детей Две дочери И сын Клавдия Заболела Раком И Сахаров Будучи Прижимистым Как он говорил Сам Человеком Тем не менее Отдал Больше Двухсот Тысяч Рублей Тогда это Были Невероятные Деньги Потому что Волга Стоила По-моему Что Четыре тысячи Там Я не помню Но это было Что-то За грани Отдал На строительство Онкоцентра Вот этого Который На Коширке Да На Коширке Вот И Конечно Там Сложная Была Ситуация Потому что Сахаровские Дети Они Не могли Так уж Сильно Радоваться По поводу Того Что папа Ушел К другой Женщине Там Ну Не то чтобы Конфликты Были Но такая Довольно Напряженная Обстановка Хотя Сестра Сахарова К ней Хорошо Относилась И брат Юра Тоже Неплохо Вот Но По существу Как бы Он ушел Оставив Все Там Дачу Машину Квартиру Все это Осталось У детей Они Здесь Так Жили В этой Вот этой Квартире Которую я вам Сказал Потом Когда их забрали В Горьке Они жили там В госквартире С милиционером У входа А потом Когда Его вернули Ему В этом же доме Дали Двухкомнатную Квартиру Такую Смежно Изолированную Маленькую Этажом Ниже У них Получилось Две Квартиры Он Собственно В ней И умер Задавайте Просто Вопрос Добрый вечер Здравствуйте Андрей Дмитриевич Умер Как известно В конце Декабря 1989 Года И Елена Георгина Считала Что Смерть Была Не случайно Пришила Всем известные Органы Но Я Лично По счастью Имел Возможность За полгода До его смерти Его Лично Наблюдать Был Ведущим У него Сердце Больное Так Вот Я Хочу Откаж Я Был Ведущим На митинге В Лужниках И Рядом Со мной Справа Стоял Есен Стоял Сакров Я Удержал Зонтик И Вид у него Был Действительно Уже Явно Нездоровый А на фотографии Перед Ссылкой Он Был Просто Красавец Мужчина Терне Я Вам Скажу Да Он И После Голодовки Наверное Нет Он И После Ссылки Тоже Был Красавец Мужчина Но Сердце У него Тут В этой Книжке Есть Эта История Там Как ни Странно Она Знала Что У него Была Экстрасистолия А потом И Мерцательная И Она Об Этому Знала Ну Это Такая Лирическая Очень Веча Она Узнала Ну Скажем В первые Же Первые Же Свидания Потому Что Она Положила Ему Голову На Грудь Поскольку Она Все-таки Медицинское Образование Она Услышала Аритмическое Биение Сердца Это Известно Но Никогда Я не Слышал Чтобы Она Обвиняла Кого-то Какие-то Органы Нет По-моему Это Это Эта Тема Не Присутствовала А я А голодовки Сказались на Нем Не В здоровье Голодовки Голодовки Сказались на Его Здоровье Ну Я Не 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 Может быть Даже И Сказались Там Не Полные Были Голодовки Ну Наверное Сказались Я думаю Как Не Знаю Понятно А можно Второй Еще Вопрос Вот Я Помню Были Воспоминания Одного Адмирала Можно Верить Можно Не Верить Но Он Писал Что В конце В конце 50-х Вроде Бо Командующим Подводным Флотом Нашим И Сахаров Якобы Ему Заявил Что Можно На удаленном Расстоянии Нашей Подводной Подводной Лодки В Атлантике Нанести Термоядерный Удар По Нью-Йорку И Вашингтону И Он Шокирован Этим Заявлением Можно Как Относиться Но Как Шло Дальнейшее Перестройковое Сознание Каким Образом Это Происходило А Вот 70-е Года Насколько Я понимаю Что Произошло 60-е Я думаю Что Вот Это Увлечение Такая Идея Существовала Доподводная Но Глубоко Вот Тогда Думали Что Это Взорвать Большой Мощности Запас Даже Не На берегу А у берега И вызвать Затопление Была Такая Ну Это Вроде Той ракетой Которой Рассказывал Владимир Владимирович Путин Который Всех убьет Кроме Нас Тут Приблизительно То же Самое Что Касается Перестройки Это У него Во-первых Он был Абсолютно Убежден Необходимости Своей работы Со времен Войны Потому что Он когда Был Еще только Выпускником И даже Он был В Ульяновске Попал на Патронный Завод Чем Он был Уникален Что Обладая Большим Большим Потенциальным Подпотенциалом Теоретического Физико-теоретика Он Еще Придумывал Инженерные Решения Вот это Очень важно Было И это Началось Очень хорошо Это было Заметно По поводу Вот этого Станка Которого Он изобрел Во время Войны Потому что Как Мне Во всяком Случа Не было Известно Что порох Сыпали на глаз В эти Самые Патроны Из-за этого Они Пули Летели В разные Стороны Не долетали И он Создал Машину Я видел Это У меня даже Есть По-моему Как это Вот Патент Патент Которая Дозировала Это автомат Который Дозировал Он был Уверен Что Ядерный Паритет Необходим Но Когда Они Рванули К атомной Бомбе Он не имел Никакого Отношения Он имел Только Квадородной Но когда Они рванули Вот эту На новой земле Где-то там Огромную Бомбу И когда Он Узнал Что там Там два человека Погибло Всего Вовремя Ну и не всего А для него Это было много Там солдатик Какой-то Не спрятался И девочку За много Километров Швырнула Куда-то Которая Посла Там оленя Или еще Чего-то И маршал Неделин Который Занимался Вот этими Всеми делами Ракетно Ядерными Они когда Испытали Эту бомбу Сумасшедшую Которую Которую Хрущев там Кричал Он говорил Вот у нас Есть такая Бомба Вот это Такое оружие Когда они Закончили Испытание Значит Сахар Вообще Не выпивал Ну так Мог Чуть-чуть Коньячку Пригубить И Неделин То есть Это такая Это как бы Такой Триггер То есть Эта история Дает Возможность Понять Я думаю Что это Не так просто Все Что все Это Довольно Сложно Развивалось Вот это Его представление Но Может быть Такой толчок Он мне Сам это Рассказывал Ну как бы Так считают Он говорил То есть Он не сказал Что так оно и было Так считают Я посижу И вы не возражаете Возможно Это было Водичка Это Это не водичка То что вы показали Вот это Водичка Нет Ну если поставим То что Ну поставим Знаете Налью Чего-нибудь Специально Чтоб веселее Ну вот И значит Когда они рванули Эту бомбу Сахаров Как Главное На этом Испытании Он встал И сказал Что я хочу Выпить За то Что Чтобы Чтобы Наши изделия Там взорвались Над полигоном И никогда Не взорвались Над мирной землей А Неделин Говорит Я вам Андрей Дмитриевич Молодой же был человек Я вам Андрей Дмитриевич Расскажу Причу И Как Сахарова мне Сказал Не вполне Приличную Он мне Сказал Причу Ну Не знаю Насколько Она не вполне Приличная Значит Сидит Бабка На печи А мужик Стоит Перед образами На коленях И говорит Укрепи нас И направь А бабка Говорит Ты моли Только об укреплении А направлю Я как Нибудь Сама И он Понял Что это шутка Это шутка Но что Они Вот это Сделали Это чудовище И потеряли Власть Абсолютно Над этим Делом И после Этого Он Уговорил Курчатова Чтобы тот Пошел К Хрущеву И Сказал Что Больше Не надо Испытаний Потому что Эти испытания Показали Что они Практически Могут Сделать Любой Мощности Эту Бомбу Ну Не знаю Расколоть Землю Не знаю Могут Или Нет Но Испортить Точно Будут Хрущев Сначала Пошел На это А потом Значит Обиделся И на Курчатова И на Сахарова Там То есть У него Вот это Вот ощущение Было Он вполне Был советский Человек Такой Потом Он написал Эту Свою Работу И отправил Ее В ЦК Партии Ну В общем Он Трижды Герой Социалистического Труда Лауреат Ленинская Премия Ведущий Этого Проекта Физик У нас Было Всего Четыре По-моему Трижды Героя Это Ну Кроме Сахарова Три Все Они Были Нет Не все Три Бомбиста Было Значит Сахаров Зельдович Харитон И Третий Келдыш Был У Келдыша Были Разные Разработки В том числе Авиационные Там Это Очень Мощный Такой Ученый Настоящий Выдающийся Вот И Он Значит Эту работу Отнес ЦК Чтобы Хотел Там Чтобы Они Обсуждали С ним Ну Где-то На уровне Инструктора Отдела С ним Поговорили Или Не Поговорили Даже Он Отправил За границу Там И напечатали С этого Началась Эта История Потом Он Стал Ездить Сам На Всякие Процессы Наверное Какие-то Вещи Вот Эти Вот Огромные Устройства Несущие Огромные Несчастья Для людей Наверное Они Будоражили Его сердце Я так Полагаю Наверное Вот Может быть Он Поэтому И пришел Но Он Пришел Бонар Тут Вообще Была Ни при чем И Вы Прочтите Там Если Прочтете Прочтете Как С этим Кефиром Это Там Целая История С этим Кефиром Он Ездил Сам И Так Отстраненно Был Он Сам Приходил Поскольку Он Был Трижды Герои Сахар Не трогали И допускали На все Эти Процессы Их Не пускали Его Пускали Даже Они Какое-то Дело Там Уперли В суде Не ответил На вопрос Ну Давайте Пока Я здесь А то Потом Придете Домой Будете Вспоминать Это Вот Я хотел Узнать Да Пожалуйста Добрый Вечер Здравствуйте Меня Такой Вопрос Интересует Вот Тогда В конце Восьмидесятых Проходили Съезды Различного Рода На Которых Выступал Сахар И Я Например Помню Как В общем-то Его Предложения Различного Рода Многие люди Захлопывали Вот Ведущий Этого Съезжего Танчика Зорбачев На мой Взгляд Вел себя Неэтично Мягко Говорят Я так Понимаю Что У Сахарова Была Своя Не просто Гражданская Позиция Но Политические Воззрения Мне Хотелось Узнать Что Он Видел Ну Для себя Каким Идеалом На тот Момент Начавшееся Преобразование В стране Какой Он Видел Государственность Будущую Ну Там В виде Независимых Республик Или Все-таки Состояние Там Общего Государства Или Какие-то Другие Иные Варианты Вот Могли Это Осветить Что Какие Идеалы Были На Государственность Минусы Несколько Вопросов Вы Задали Сразу Первый Вопрос Это Связанный С тем Что Его Захлопывали И Горбачев Обрывал Я Горбачеву Спрашивал Он Мне Говорил Что Знаешь Может Ты обрывал Говорит Я Обрывал Я Ему Все Время Давал Слово Мне Говорит Он Был Гораздо Более Дужен Чем Я Ему Была Одна Интересная История Здесь В этой Книге Нет Сахаров Тоже Понимал Он Был Очень Трезвым Человеком И Даже Я Помню Когда Я Так В шутку Стал Говорить Там Эти Анекдоты Про Брежнева Он Мне Говорит Брежнев Был Человек Меня это Очень Удивило Говорит Ну Потом Это Все Ну Как В начальной Стадии Политика Одного Качества Потом Как мы Знаем Видим Будем Видеть Он Меняется Что Касается Его Политических Установок Он Конечно Был Не Революционер Он Хотел Свободное Справедливое Общество А В свое Время Перед Перед Уже Смертью В этот Год Он Написал Конституцию Проект Конституции История Этого Проекта Она Была Напечатана Между Прочим Когда Он Умер Елена Георгиевна Я позвонил Ей в 6 Часов Мне Гущин Позвонил Это Был Редактор Огонька Я Тут же Перезвонил В 6 Часов Утро Она Говорит Приезжай Я Приехал Она Меня Посадила В этой Квартире Где он Лежал Потому что Они Наверху Там Собирали Документы Со своей Сестрой Вот А я Сидел Потому что Она Думала Что Там Придут Суд Эксперты Там Еще Кто Так Ну Чтоб Просто Был Какой-то Контроль Попросила Чтоб Я Взял Фотоаппарат Я Взял Все Сделал Вот И Потом Она Мне Принесла Вот Сейчас Тут Была Фотография Такая С Обломанными Краями А Я Вам Рассказывал Что Негативы Мои Пропали Да Вот Это У меня Была Одна Фотография А вот Была Фотография С Обломанными Такими Краями Она Мне Говорит Твоя Фотография Это Моя Фотография Вот Она Мне Это Показала Потом Поскольку Я Не Оставлял Свой Пост Да Она Мне Принесла Показать Такую Желтый Линованный Блокнот Аккуратным Почерком Вообще У него Почерк Такой Был Раскидистый Такой Почти Как Старшеклассник Который Не любит Писать И там А тут Аккуратно Было Написано Это Был Проект Сахаровской Конституции Я Подумал Что Это Очень Интересно Напечатать Я говорю Дайте мне Я попробую Напечатать Потому что Сейчас После Смерти Она Мне Дала Распечатку Распечатку Хорошо Но Распечатку Не удастся Мне Напечатать Если Не будет Оригинал Я Стал Ходить По Разным Изнаниям И Предлагать Вот эту Штуку С моей Точкой Зрения Это Была Замечательная История Надо Было Конечно Но Не буду Никого Обвинять Никто Не схватился В это Время Был День Рождения Моего Товарища Заместителя Главного Редактора Тогда Нового Времени Саши Помпянского Главным Редактором Был Игнатенко А Грачев Был Помощником Горбачева В свое Время Такой Андрей И они Поскольку Сахарова Умер Никаких Это был день рождения Саши Ничего Просто вот Четвером Я подошел Сидели Там Выпили Помянули Там Поговорили И я говорю Ребята Напечатайте Конституцию Даю им Печатный Вариант Ну Они Посмотрели Там Игнатенко Посмотрел Он Говорит Ну Видишь Это Печатный Вариант Если Был Оригинал Мы Точно Напечатали Говорит Точно Напечатали Достал Оригинал Но Я Был В сговоре С Грачевом Грачев Говорит Ну Теперь Надо Печатать И Виталий Понял Что Надо Печатать Он Говорит Ну Ты Мне Отдашь Я Я Закрою В сейф Я Говорю Я Тебя Принесу Положу В сейф Ты Закрывай Потом Отдашь Елене Георгиевне Они Напечатали Это Поэтому Если Вас Очень Интересует Можете Посмотреть В библиотеке Там Сахаровского Конституции Что Он Хочет Она Довольно Умеренная Ничего Там Ну Может Быть Наивная Ну Понятно Потому Что Это Свод Закона И Основной Закон Для этого Мало Быть Порядочным Человеком Желающим Чтобы Страна Была Там Надо Еще Выстроить Какие-то Точные Взаимоотношения Между Разными Институтами Так Что Да А Историю С Горбачевым Я вам Тоже Расскажу Она Тоже Интересная Помните Я Вначале Рассказывал Как я Ждал Его Он Опоздал Да Помните Да Он Опоздал И Шел Говорит Когда Они Разволновались Они Все Разошлись Это Мне Горбачев Рассказал Они Все Разошлись Уже Все Горбачев Пошел Работать С Документами Ну Не В нашем Смысле Когда Мы Идем Работать С Документами Это Пол Литра Это Минимум На Двое Он Действительно Что Там Сидел Работал В это Время Охранник Зашел И Говорит Вы Знаете Там Андрей Дмитрий Сахаров Сидит Они Так Его Называли Они Не Говорили Сахар Они По имени Отчеству Сахар Горбачев Говорит Зовите Зовите Немедленно Он Пришел И Сахар Говорит Вообще Говорит Странно Заинтересован Чтобы Вы Дольше Были На этом Посту Поэтому Ведите Себя Достаточно Осторожно То Есть Он Понимал Что Уход Горбачева Может Привести Рано Или Поздно К Обрушению Вот Этого Шаткова Очень Очень Наскоро И Непрочно Построенного Фундамента Только Закладного Камня Для Демократической Страны Еще Есть Небудь Одновременные Вопросы Некоторые Пояснения Как раз По поводу Съезда Его Выступления Помните Был момент Когда Горбачев Отключил Звук Да Вот Мне Интересно Что Тем не менее Звук Как Потом Выяснилось Благачев В зале А На Внешний Мир Он Пожал Работ Мы Слышали Вот Что Ваша Круга Говорили Братом КГБшников Но Они Все Сбежались К окошку Смотреть Что Происходит Не могу Я Б меня Не Был В Это Я Был В В У 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 Кшери Выключать Не Выключать Не Выключать Не А Была Не Была Оставлен Неменедович И Оставлен Так Что Так 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 Что А Что Про Погода Рассказывали Не Знаю Про Эту Когнату Было Семь КГБшников А Я Был В Это Время Не На Дежурстве Не Не Леген Потом Коллеги Подвертили Эту Когда Она Была При Помин Она Знаете Я Верю Всем Историям Но Не Цитирую И Не Пересказываю Только То Что Знаю Сам Так Что У нас Еще Можно Пожалуйста Еще Один Вопрос Да Конечно Добрый Вечер Здрасте Скажите Пожалуйста Вот На ваш взгляд Тот Период Который Вы Были Современником В этой Ситуации Связан С книгой Она Могла Бы Эта Ситуация Повториться В наше Время Как Вы Думаете Продублироваться Какая А вот То Что Описано В книге Нашлись Такие Люди Скажем Такая Ситуация В наше Время Знаете Есть Такая Веселая Песенка Фарш Невозможно Провернуть Назад Я Думаю Что В наше Время Нет Да Пожалуйста Говорите Я повторю Вопрос Скажите Пожалуйста Как Вы Относитесь К Ельцину Если Можно Я Никак Не отношусь Я Не родственник Не женат На его Дочерях То есть Не снимали Его Нет Я его Не видел Ни разу Ленина И Сталина Я видел В гробу Это правда Вот Хрущева Один раз Видел В Киеве Он Вел Знатных Свекловодов По Крещатику А там Такие Кто был В Киеве Там Калы Такие Знаете Красные Растения Такие И была Такая Такая Свекловод Ну Там Мы были И были Трактористы Всякие В общем Знаменитые Они Все Эти персонажи Были На углу Улицы Ленина И Крещатика На универмаге Нарисованы А тут Они все Шли А мы По другой Стороне Шли Ну Тогда Можно Это Было И Была Такая Свекловод Мария Хопта И Ей Захотелось Немножко До Ветру А тут Крещатик И она И тут Никита Сергеевич И она Пошла В эти Калы Присела Справила Эту Малую Нужду И Присоединилась И Никита Сергеевич Гуманист Не Обратил Внимания А наоборот Протянул Руку И Чтоб Все Смотрели На Вот Это Я В Видео Каким Все Каким Смотрели